Я женился поздно, в 48 лет. Просто это был мой экспериментальный опыт. И вообще, любовь и семья, мне кажется, две вещи несовместные. Почему? А потом вспышки не было. И родились посредственные режиссеры. Не буду называть их имена, понимаешь, потому что прибьют за улицы потом. Вы сейчас не женаты. Да. Но на эту тему я не хочу разговаривать. А что было? Почему вы отказались? Папа даже хотел повеситься. И это спасло мою папу от тюрьмы. Но это не спасло меня. Почему вы не остались? С вашего позволения я кардинально тему поменяю. Ну, попробуй. Ну, Азам Трапович. Да. Я скажу честно, когда я вам позвонила, я абсолютно не ожидала услышать такого простого и такого добродушного собеседника. Это в первую очередь. И к тому же, вот выбор атмосферы и вообще, как будет проходить интервью, мы оставляем за гостем. И вы попросили, чтобы все было максимально просто, чтобы без всякого официоза. Я постаралась даже по дресс-коду соответствовать этому. Скажите, пожалуйста, вот эта простота, она природная, либо она должна воспитываться все-таки? Ну, как тебе сказать, просто с возрастом я понял одну такую вещь. Люди наряжаются для того, чтобы скрыть у себя какие-то недостатки или нехватку чего-либо, дефицит чего-либо. Например. Простота заставляет обнажать твою суть. И если ты пуст внутри, да, внутренний, духовный пуст, да, никакая атмосфера, значит, прекрасная мебель, роскошный интерьер, он не поможет скрыть этой пустоты. Все должно быть просто, да, искусство должно быть простым. Тогда наступает максимум выразительности того, что ты имеешь. Вот, например, Бенюэль, великий испанский режиссер, он отрицал наличие музыки в кино. Почему? Он говорил, потому что режиссеры, загромождая музыкой свой фильм, скрывают пустоту изображения. Вы согласны, что музыка мешает? Я согласен. Хотя был такой Феллини, да, у которого музыка практически звучала. Но он имел в виду, что музыка должна быть соавтором режиссера, понимаешь? И вот часто режиссеры скрывают несостоятельность, неспособность сделать интересный кадр тем, что музыку дадут грохотать ее. И все, она, кадр, эпизод скушается. Понимаешь, то же самое и в моем желании уходить от какой-то пышности, да, которая, скорее всего, вульгарная, бульварщина такая, да, безвкусие, которое не нужно, настоящее всегда просто, да? Это всегда было или это с возрастом у вас сформировалось? Ну, я думаю, что с возрастом, да, вот, потому что в молодости всегда хочешь себя приукрасить, да, всегда, ну, человек, у него подсознательное желание выглядеть лучше, да, понравиться обществу, да, быть красивее, быть интереснее, особенно у женщин, да, вот. И они боятся, они боятся быть, ну, самими собой, это неправильно. И то же самое в жизни, я считаю, в искусстве. Мы же, как обезьянки в большинстве случаев, мы стараемся подражать кому-то, мы похожими на кого-то, что нам больше всего нравится, забывая о том, что каждый человек индивидуален. И в каждом есть своя красота, даже, казалось бы, в некрасоте. Поэтому некоторые актеры стараются уничтожить эту изюминку, стараться быть похожими на всех и превращаются в массу, и утрачивают индивидуальность. А потом говорят, почему меня никто не смотрит, почему я не интересен, мне не дают звания там. Да потому что ты фальшивый постоянно, ты носишь маски, ты носишь другого человека. Вот, например, в некоторых, часто я вот смотрю в Телеграме или в других, так сказать, девушки или парни дают аватарки совсем других лиц, каких-то киноактеров и прочее. А где твое лицо? Я говорю, где твое лицо? Они удивленно смотрят. Ты понимаешь, что это за комплекс? Ну, у меня тоже в Телеграме стоит не моя фотография. Что это такое? Это комплекс неполноценности называется. Просто сегодня очень легко узнать номер телефона, увидев фотографию. Может быть, еще поэтому люди ставят дырки. Думаешь? Думаешь, скрываешь? А мне кажется, нет. Думаю, люди хотят выглядеть иначе. Они хотят обмануть себя, чужих, друзей. Да, выглядеть иначе. Я не люблю себя. Я не люблю смотреться в зеркало. Для меня это чудовищная пытка, когда утром рано становишься, бреешься, чищешься зубы и прочее. И смотреть на себя в зеркало очень тяжело, потому что замечаешь какие-то... Ну, во-первых, возраст уже, понимаешь? И замечаешь какие-то, так сказать, неинтересные вещи в себе, что-то, так сказать, некрасивое, бровь, там, уши или прочее. Вот. В конце концов, я пришел к тому, выйду. Ну, как тебя природа создала? Так постарайся быть самим собой и найти в этом прелесть своей жизни. И тогда ты будешь гармоничен. И вот к этому-то исходит то, что мне всегда нравилась простота. В простоте я видел искренность, откровенность. И в конце концов, и оригинальность в этом есть. Ну, для этого, наверное, нужна смелость для того, чтобы воспринять себя и... Да, ты права, здесь тоже смелость. Да, да, да. Человек боится самого себя. Он боится быть умным, он боится быть откровенным или боится быть глупым. Понимаешь, он всего боится. А страх – это самая страшная вещь для того, чтобы, ну, жить, заявить себя. У вас в жизни был такой очень простой случай. В 80-х годах вы встретились с принцем Великобритании Чарльзом. А, да. И причиной стала экранизация порой Брэдбэй. Нет, 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 нет. Ну, что ты, чтобы ради... Принц Чарльз приехал в Узбекистан. Что ты? Принц Чарльз приехал по своим официальным, так сказать, проблемам. Я с вами он встретился вот именно... Это было вот как это было. Посольство в Великобритании решило устроить такой брифинг, такой, и собрать весь цвет узбекской, так сказать, культуры у себя в посольстве. И принц бы посещал бы, и, значит, общался бы, да. Это было один, так сказать, посещение приезда принца после обретения независимости Узбекистана. И вот мы с Сергеем Алибековым, значит, пришли на вечеринку, так можно сказать так, и появился принц Чарльз, и нам объявили так негласно. Пять минут, не больше разговора с принцем, у него нет времени, вас слишком много и прочее, прочее. И, значит, когда дошла очередь до нас, его стали знакомить со мной и сказали, что я режиссер фильма «Будет ласковый дождь», анимационного фильма. Он так обрадовался, говорил, о, так я же этот фильм, он мне так понравился, и я, так сказать, выкупил его на два года для демонстраций по лондонскому телевидению. И, в общем, эта картина два года демонстрировалась по английскому телевидению. И до сих пор в Ютьюбе, она актуальна, ее просматривают, у нее комментариев очень много. Серьезно? Да, очень много. И с разных точек земли, кстати. Просто я хотела задать вопрос, потому что многие спорят, что вы хотели сказать этой экранизацией. Там все ясно, ты понимаешь? Это был рассказ у Ре Брэдбери в «Марсианских хрониках». Он так и назывался «Будет ласковый дождь». О том, что после ядерной войны остался по случайности один дом, механический дом, в котором все были роботы. То есть человек ничего там не делал, он просто получал удовольствие от того, что все за него делали. И стирали, и готовили еду, и укладывали спать, и убирали квартиру. Но после ядерной войны живое все погибло, остались механизмы. И оказывается, механизмы это не люди, они лишены чувственности, они лишены любви, добра. И фильм очень прост. О том, что если мы будем столь алчны, столь беспощадны к себе, к своей природе, к самим себе, к людям, то настанет момент, когда мы все погибнем. И останется что? Вот это величайшее произведение механизации, технологий, компьютерной технологии, все. Но они без человека, никчемные, не нужны. Они будут жестокие и беспощадные. О том, что в этой страшной гонке овладеть миром, стать хозяином над ним, механизировать его, облегчить себе жизнь. То есть ничего не хочу делать. Вот за меня роботы работают, и все. Мы превращаемся сами в роботов. И мы утрачиваем понятие любви, сердечности. И, конечно же, это придет к гибели. То, что сейчас происходит с людьми, очень похоже на это. Посмотрите, какая идет ненависть между народами. Вот хочу спросить не про народы, конечно, но про наш социум. То, что вы говорили, у нас нет сплоченности коллективной в Узбекистане. Что между режиссерами нет, они не умеют радоваться друг за друга. Почему так у нас происходит? Я тебе скажу такую вещь. Это везде, не только у нас. Ревность, художественная, творческая ревность не только у режиссеров, но и у художников, станковистов, и у композиторов, и у актеров. Особенно у актеров. Театр, кино. Чего ты хочешь? К сожалению, Моцарт и Сальери – это харизматическая черта всех творческих людей. Один гений, а другой не менее, может быть, талантливый человек, но не может достичь этой высоты. И он ненавидит и завидует. Страшная вещь. Но иногда зависть провоцирует к созданию, к созиданию. Как это «да-да-да-да-да-да». Чтобы быть лучше? Да, конечно же. Ты понимаешь, вот ты видишь, как какой-то режиссер сделал картину блистательно, отлично. И тебе уже стыдно делать хуже. Но это другая зависть. Созидательная зависть. Есть зависть разрушительная, мне кажется. Я не делю на колористику. Белая зависть, черная зависть. Я говорю вообще о зависти. Зависть – страшная вещь. Очень страшная. То есть был Яго у Шекспира, Вателло. Это Моцарт и Сальери у Пушкина. Но это черта всех художников, где бы это ни было. В Узбекистане или, в Америке, или в Европе, или в Казахстане, где угодно. Это принцип. Мы все хотим себя заявить. Даже не обязательно в творчестве. Одна хочет быть самой красивой. Другой хочет быть самым сильным. Третьим – самым умелым. Но, естественно, происходит соревновательность между людьми. Потому что в основе нашей биологии – это оставить память о самом себе. Это быть лучше, чем все. Это генетический принцип у человека. У любого человека мы хотим быть лучше всех. С одной стороны, это хорошо. С другой – плохо. С другой стороны, да. Но вот эта психология соревновательности даёт толчок к развитию. Ну да. Если я хочу быть лучше, чем ты, я начинаю думать и начинаю работать. Вы двигаетесь, да. Вы двигаетесь. Поэтому другой вопрос. Другой вопрос. Я всегда говорил о том, что надо уметь радоваться успеху своего коллеги. Обязательно. Призналась. Потому что мне есть от чего отталкиваться. Он сделал классно. Ага. Значит, я должен сделать так, чтобы сделать лучше, чем он. Понимаешь? С одной стороны, это очень опасное качество. А с другой стороны, это такой мощный движитель развития. Это говорят даже американцы в бизнесе. Джаник Файзиев и Тимур Бекмамбетов. Так. И что? Как вы смотрите на их творчество? Ну, я смотрю очень положительно. Это люди… Это удача? Либо действительно они особенные, талантливые? Нет. Какая удача? Удача бывает один раз. И все. А что такое, так сказать, уже на самом деле это люди, профессионалы высокого класса? Бекмамбетов не сделал уже одну картину. Он сделал десятки картин. Он сделал десятки рекламных роликов, клипов и прочее. То же самое Джаник Файзиев. Это люди, которые смогли себя подставить, заявить себя и выразить себя в том виде профессии, в котором они участвуют. Джаник Файзиев преподает в АВГИКе. В АВГИК – это высочайшая, так сказать, цитадель культуры, кинокультуры. Понимаю, о чем дело? Попасть туда – это очень сложно. Я почему спрашиваю? Потому что их объединяет одно. Они начинали в Узбекистане. Может быть, какой-то путь. Тимур Бекмамбетов, по-моему, более краткий путь у него был в Узбекистане. Потом они предложили в России. У вас тоже, мне кажется, была такая ситуация, когда вы могли остаться в России, когда вы прошли в театр, вы проходили кастинг? А, ну это, знаете… И вам предложили остаться. Это, как бы, как бы это сказать… Курьез это, я вот так бы сказал. Это курьез. Почему вы не остались? Почему вы не захотели остаться в Москве, в театре, когда вас просят? Ну, как вам сказать? Я считаю, что каждый должен объективно оценивать свои способности. Вы бы не потянули? Вот в этом… Вот я вам скажу такую вещь. Неспособность оценить себя является причиной трагической судьбы у человека. Когда человек думает, что он гений или он что-то более важнее, чем он может сделать, да, и он всегда пытается стремиться к этому, не понимая или же отметая эту мысль, что ему не надо этим заниматься. Понимаете? Вот и он всю жизнь затрачивает на то, чего он не умеет делать. Вот это плохо. Я оценил свои силы в чем? В актерском мастерстве. И в актерском мастерстве, и в режиссуре, потому что там была возможность и как Джаник Файзиев остаться и работать. Просто каждый должен оценивать себя честно. А вы не жалеете? Нет. Ни разу не было такого, что может быть… Нет, я считаю, что я правильно оценил самого себя, свои способности и свою обстановку. Понимаете, Конфуций сказал когда-то классную вещь. Он сказал, не прыгай выше своей головы, станешь посмешищем. Я не хочу быть посмешищем. Поэтому вы решили вернуться в Москву. Хотя мне могут возразить именно тот, кто не хочет стать генералом, плох тот солдат. Знаете, я не хочу быть не генералом, и солдаты меня вполне устраивают. Понимаете, человек может быть счастлив на пятачке. Ему не нужно хоромы, ему не нужно храмы, ему не нужно мерседесы. Да, человек может быть счастливым в простой юрте. Он может довольствоваться самокатом или велосипедом, и быть счастливым, и быть полноценным. Вот в этом огромном желании приобретения чего-то, желании все иметь на этом свете, все сделать, мы утопаем в этой амбиции, да, и в конце концов обнаруживаем, что мы падаем, что мы на самом дне этого. Поэтому достигать вершины очень, с одной стороны, приятно, с другой опасно, потому что с вершины потом надо спускаться. Так что мне, вот поэтому я так поступил, и мне кажется, я сделал правильно. Хотя, ты узнаешь. Может быть, да. Вы говорили, что был момент, когда вы подумали, что все, я стар, и на роли меня звать уже, наверное, перестанут. И вас зовет Аюб Шахубзинов на главную роль в фильм «Хижина», и вы отказываетесь. Почему? Ну, там были другие причины. Вот знаете, почему рождаются мифы, да? Потому что многие события в жизни человека вырываются из контекста. А что было? Почему вы отказались? Там была совершенно бытовая причина. Абсолютно бытовая причина. Вы вернулись, потому что там не было... Да, нас, значит, директор, бывший директор нашей этой картины, пресс Байсун, поселил в ужасных условиях, в какой-то брошенной школе, где не было ни воды, ни горячей, ни холодной, да. Туалет был в 20 минутах ходьбы от школы, к нему подходить было очень опасно во всех отношениях, вот. А это была же зима. То есть, вот меня возмутило отношение дирекции фильма, да, к людям. Вот это меня бесит всегда. И когда я запускаюсь как сам режиссер, первое условие, я говорю директору, учти, на выезде в командировки люди должны жить в нормальных человеческих условиях. Это первое правило. Даже если до места съемок будет долгая езда, там, час будем ехать. Меня это не волнует. Меня волнует, чтобы человек от осветителя до режиссера, там, операторы, кого угодно, ассистентов... Комфортно себя чувствовали. Да, просыпался в нормальном настроении, чтобы он мог помыться, чтобы он мог позавтракать, чтобы он спал в тепле или в прохладе, если это летом. Потому что я знаю, тогда люди начнут... Кино искусство коллективное. Да. И от того, как вокруг тебя люди настроены, зависит качество твоего фильма. Когда они приезжают на площадку, уставшие, недовольные, злые, портится настроение у всех, и у режиссера тоже. А тем более у актеров. И тогда я нашел причину. Дело в том, что я при поездке в Байсун неудобно ушибся. Ну, это ушиб, который можно было бы и перетерпеть. Но я нашел причину. И утром рано сказал, так, у меня сломано ребро, поэтому я уезжаю в Ташкент. Начался орев, Ранов Шадиева стала рыдать, вся группа стала в ужасе. Дирекция не понимает. И я сел в самолет и улетел, и все. И, значит, через месяц где-то иду по улице, вдруг вижу, Аюб идет в Шахабеддина. Я говорю, Аюб, почему ты здесь? Ты должен снимать. Потому что я ему тогда сказал, я уезжаю, найди другого актера на эту роль. Он без вас. Да. А он говорит, а я вас жду. И вот здесь мне стало стыдно. Я увидел преданность режиссера своей идеи. Да. Не преданность мне. Он просто в этой роли видел только меня. И вот это мне очень понравилось. То есть он не идет на компромисс со своей художественной совестью. Он сказал, что для самому себе, что эта роль должен исполнять на землях хозяев. Все. И тогда я ему сказал, так, вот главная причина. Люди должны жить в человеческих условиях. Вам сделали эти условия? Конечно, сделали. В километре от этой школы стояла пустая гостиница. Пустая гостиница, куда переселили группу. Конечно, к сожалению, не все она была не такая большая. И вот меня вот это раздражает всегда. Мы люди, актеры ли, осветители ли, звукооператоры ли, операторы. Мы все люди. Надо нас уважать. Конечно. И в кино работают не рабы. Иначе у вас будет плохое кино. Про актеров и про плохое кино, хотела спросить. Ну, не секрет то, что поколение Алишера Узакова, Лупека Кадырова, Дельно Закубаевы, но относительно это было последнее поколение хороших актеров, на лица которых шел зритель. Сейчас такой провал у нас. Ну, я не совсем согласен. Кто? Вот. Один из разрядов ты забываешь? Нет, нет, нет. Нет, я его просто причисляю к поколению. А, к той категории. Да, к той категории. То есть Алишера Джабов. Да, ага. Я причисляю их к той категории. Яхбаху Джабов тоже к той категории? Да. Ага. Может быть, да, там возрастная категория немножко колеблется, плюс-минус, но в последнее время... Шахзо Думачанову ты тоже туда причисляешь? Нет. Ну вот. А, нет, да, я причисляю ее туда, потому что в то время, когда я училась в колледже, я смотрела именно... Но они же разные по возрасту, если солнышко. По возрасту, но время, когда они играли в картине, они были партнеры друг к другу. То есть старший Шахзо Думачанова с Алишером Заковым. Да. Он сейчас, даже сами актеры признают, что актеров нет, замены нет. Молодых ты имеешь в виду? Или вы так не считаете? Ну, понимаю, в чем дело. Я не считаю что, что появление хороших актеров должно быть регулярным. Как вам сказать? Мы же не продукт фабричный. Понимаешь? Так что вообще талант – это уникальное явление. Нельзя регулярно выращивать таланты, понимаешь? Можно регулярно выращивать штампованных актеров, грамотных актеров, да, умелых актеров, мастеров даже. Но талант – это божий дар, понимаешь? Вот, поэтому бывает так и в литературе, и в кино. Вот смотри, середина 20 века. Какие режиссеры? Я знала, что вы приведете примеры. Ну, а как же, а сейчас где? Сейчас фон Триер остался, и Годар еще полуживой, да, старенький-старенький. А гении ушли, Висконти, Феллини, Бергман, Курасава, Бертолуччи, Пазолини. Да, где они, где они ушли, а нету замены им на сегодняшний день. Но это время, это, я бы даже сказал, это даже солнечные вспышки. Вот так бы я сказал. Да. Произошла на солнце вспышка, и родились гениальные художники Леонардо да Винчи, там, Микеланджело, да, и вот гениальные режиссеры. А потом вспышки не было, и родились посредственные режиссеры, не буду называть их имена, понимаешь? Потому что прибьют за улицы потом, понимаешь? Так что это дело природное, это дело судьбы, может быть, Бога, я не знаю, кого, понимающим. Поэтому, и это было бы плохо, если бы постоянно рождались гении. Понимаешь? Когда очень много меда, тоже противно становится. Сладко, претерно. Да, должна быть регуляция, должно быть такой баланс своеобразный, наступать время, когда время бездарности, посредственности, и когда уже будет взрыв, и скажут, пора появляться Моцарту. И появится Моцарт. Да, и появится Моцарт обязательно. Я вас поняла. Насчет русского языка. Да. Вы играете свои роли на русском, их дублируют на узбекском. В жизни вам это не мешает? Вот то, что вы не знаете узбекский? Мешает, конечно. Ну как же? Ну это моя беда, здесь ничего не поделаешь. Я уже когда-то говорил, что я родился в 51-м году, еще в сталинские времена. Так, Сталин умер в 53-м году. И папу моего знаменитого поэта Тураб Туля, песни которой до сих пор поют и думают, что это народные песни. Маджнун толку, чаляр, ойдин. Так, дело в том, что папу должны были посадить, как Саид Ахмата. Саид Ахмата. Саид Ахмата, да. Его уже посадили, а папу должны были посадить за национализм, что он так воспевает узбекскую культуру, узбекскую природу, понимаешь, и на узбекском языке разговаривает со всеми. И папа боялся разговаривать с нами, мы только что родились, я, сестра тоже, так сказать, на 5 лет всего лишь старше меня. На узбекском боялся разговаривать с нами? Чтобы, не дай бог, его не обвинили в национализме. Потому что Саид Ахмата уже посадили за национализм и прочее. А это не был национализм. Это была простая любовь к своему народу, к своей земле, к своей родине. Все, понимаешь? Но завистники. Сейчас таких поэтов и писателей тоже полно, которые бесконечно завидуют. Вот я сейчас перечитываю историю Абдула Кадари, да, он очень талантливый, значит, писатель узбекский был. И от зависти к нему, на напишавшие минувшие дни он написал знаменитый свой роман, вот, его же коллеги посадили его в тюрьму, написали на него всякую клевету о том, что он, так сказать, шпион или еще кто-то, так сказать, националист и прочее, связанный с басмачами и так далее. Вот, его расстреляли, слава богу, что сейчас в наше время не расстреливают, да. Вот, но в принципе, да, таких же доброжелателей, сальери вот таких, понимаете, полно и трусов, которые бесконечно боятся сказать что-нибудь честное, правдивое, чтобы, не дай бог, ему вдруг не дадут за это премию, вдруг не дадут за это звание, понимаете. Вот это карьеризм такой, который не соответствует творчеству вообще, вот. И вот папу должны были посадить. Папа даже хотел повеситься. Его спасла мама. Как она его спасла? Ну как, она просто обнаружила, проснулась рано, слава тебе, господи. Она проснулась рано и увидела, что папа там веревку завязывает. То есть его должны были посадить. Но умер Сталин. И это спасло мою папу от тюрьмы. Но это не спасло меня. Понимаешь, есть люди-полиглоты. Люди, способные изучать, овладевать... Тремя, четырьмя, пяти тюрьмы. А есть моноглоты. Это вы. Для которых один язык на всю жизнь. И как бы ты бы, сколько десятки раз я старался выучить язык, там, значит, учителей нанимал и прочее. Они смеялись над уникальностью тупости Назим Турабовича, понимаете? Который, вот если ты выучишь сейчас слово, да, ты его будешь помнить на следующий день. Я это слово забывал через пять минут, когда меня переспрашивали. Ну, значит, вы пытались. Нет, я пытался, но это автоматическая память должна быть. А автоматической памяти у меня, значит, нет. Ну, что делать, ну, что делать? У каждого своя судьба. И в одном из ваших интервью прочитала, вы говорили, что у вас нет этой черты безумия. И вы, может быть, многое бы сделали, если бы осмелились в свое время на безумство. А что бы вы сделали? Ну, дело в том, что я что подразумевал в контексте. Фразу Эйнштейна о том, что идея не может быть интересна и по-настоящему быть открытием, если она не безумна. Все открытие, все самое новое, если оно не похоже на безумие, она не ценится. Что такое безумие? Это отличие от нормы. Вот мы все живем в нормальном обществе, не отличаясь друг от друга. Если отличаясь чуть-чуть, и все. А безумие – это полный выпад из нормы. Полный выпад из нормы. Гений, он мыслит не так, он видит не так. Потому что, вот посмотрите, любое гениальное произведение, либо в режиссуре, в художественном кино, либо в литературе, в живописи, в музыке. Вот, например, я снимаю фильм, и оператор говорит мне, вот давайте вот этот кусочек снимем. Я говорю, что в нем хорошего? Ну, смотри, смотри, простой арык, там два куста. Что там интересного? Он говорит, Назим Турайбович, посмотрите, мониторчик, да. Я смотрю, смотрю, все преображается, все совсем по-другому. Оказывается, настоящее искусство – это чуть-чуть, это композиция, чуть-чуть сдвинутая композиция. Это другой чуть-чуть объектив, да, это другой угол зрения. То есть ты можешь вот так смотреть, и ничего не видеть красоты во всем этом. А оператор или художник, да, вот найдет ракурс, и вдруг все преобразится. И станет прекрасным, станет глубокомысленным. И вдруг он увидит то, чего ты никогда и не мог увидеть. Чего вы не видели. Да, вот это и есть гений. Прогресс делают безумцы. Конечно, гений, это согласно. И с вашего позволения я кардинально тему поменяю. Ну, попробуй. Вы сейчас не женаты. Да. Но были женаты, да? Да. Но на эту тему я не хочу разговаривать. Она мне неинтересна. Понимаете, по телевидению, в средствах массовой информации, столько вот этой грязи, семейной грязи. Первый канал посмотрите. Нет, я хотела спросить, вы сказали, я изначально знала, что ничего не получится. А как, почему вы знали, что ничего не получится? Потому что, опять я говорю, каждый должен о себе точно понимать, для чего он способен. Я женился поздно, в 48 лет. Просто это был мой экспериментальный опыт, предположим, тогда. Опять, вот это плохо. Я хотел стать нормальным. Вот вчера я посмотрел фильм, культура показала уже в десятый раз, конформист. И там человек, он стремился всегда быть нормальным. Вы пытались быть нормальным? Да, да, да. Войти в массу, в толпу, стать толпой. Понимаешь, в чем дело? А оказывается, по своей природе, я не человек толпы. Я, например, меня угнетало служение в армии. Потому что надо было постоянно быть в строю. Надо было ходить в строевой шаг. Понимаешь? Как все. Надо было все делать, как все. 40 секунд покушать, 40 секунд подъем, 40 секунд отбой. Понимаешь? Вот в этот нормализированный, регулированный образ жизни не по мне. Понимаешь? Я не могу идти вместе с потоком. Понимаешь? Я должен выпадать. Я должен жить сам по себе. Не потому, что я такой гениальный и прочее. Вот такая натура. Духовная независимость, необходимость быть только самим собой, а не в толпе. Я не говорю, что семейная жизнь – это толпа и прочее. Но вы бы пытались сделать то, что вам не присуще? Черт его знает. Я не знаю. Как тебе сказать? В принципе, я мог бы прожить и так. Но, значит, не получается что-то. Люди очень разные все. Не в зависимости от того, мужчины это или женщины. Мы все очень разные. Мы все стараемся быть независимыми. Мы все стараемся победить друг друга. Хотите вы этого, не хотите. Мы хотим быть лидерами. Правильно? Да. Вот это стремление быть первым вдвоем очень опасно. И сложно. Оно опасно конфликтам. Поэтому в семье, вот говорят, кто-то должен быть ведомым. Кто-то должен признать, что ты генерал, а я – рядовой. Да. Или хотя бы полковник. Да. Понимаешь? И тогда семья может состояться. Существовать, да. Но она все равно похожа на армию тогда получается. Я командую, ты выполняешь. И вообще, любовь и семья, мне кажется, две вещи несовместные. Почему? Ну, у Шекспира вспомни. Ромео и Джульетта. Любовь потрясающая. Все. Почему она не закончилась свадьбой? Потому что было понятно, что если бы она закончилась свадьбой, Ромео обязательно бы стал на стороне, как говорится, гулять. Да. Джульетта превратилась в толстую, так сказать, такую, мещанку и прочее. Я видела, например, пары, правда, в Европе, престарелые, за ручку ходят и вроде бы счастливые со стороны. Вот это уникальные случаи, да. Может быть, это уже страх какой-то, да, потерять друг друга. Когда мы старые, мы боимся одиночества. И поэтому мы держим друг за ручку и думаем, кто же из нас раньше помрет? Лучше я, наверное, чтобы я не хочу тебя хоронить. Я шучу, конечно, вот. Но семья – это очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь. Поэтому на эту тему я не хочу говорить. Хорошо, мне достаточно. Я хотела спросить у вас о ваших потерях. Не за всю жизнь, а давайте какой-нибудь срок возьмем лет 5-10. Ну, я тебе так скажу, моя философия. Самое дорогое. У каждого человека вся жизнь – это потери. Потери чего-то. Самое дорогое. Ты теряешь возраст, ты теряешь годы. Хорошо, годы. Хочешь ты или нет. За последние 10 лет вы потеряли годы. Давайте насчитаем что-нибудь еще. Ну, что, что, что потерял? Деньги теряю. Деньги. Да. Я их трачу. Но я считаю, что это утрата. Ну, да, ага. Вот. Я теряю друзей. Вы знаете, когда я с папой однажды поговорил, что-то мы там с ним поругались чуть-чуть по поводу отношений, друзей. Я сказал, это мой друг. Он, так сказать, меня никогда не предаст там туда-сюда. И папа мне тихо сказал. Ну, а за друзей не бывает. И я ему сказал, папа, как это может быть? Это невозможно. Есть друзья. И я не понял того, что потом я узнал, когда я просматривал папины архивы. Вот. Я там увидел письма, которые были написаны коллегами, друзьями папы в ЦК. А, и в КГБ, в которых его самые ближайшие друзья говорили, его надо посадить в тюрьму, он не достоин быть коммунистом, он не достоин быть писателем. Понимаешь, в чем дело? И я тогда понял, что папа был прав. Вот в нашей жизни, особенно в творческой, да, друзей практически нет. А на кого полагаться, если семья – это тоже что-то такое зыбкое, опасное, если друзей нет? Я тебе скажу, единственный остров, куда мы все хотим попасть – это любовь. Ну, настоящая любовь. Единственное, что нас спасает от одиночества, что нас спасает от, я не знаю, от депрессии и от желания уйти из этого мира, вот это самое, самое светлое, самое важное чувство. Оно говорится во всех религиях мира, что любовь – это наше спасение. Любовь – это остров, на который бы мы хотели бы попасть и в нем спрятаться от всех жизненных, так сказать, неурядиц. Потому что настоящая любовь – это прежде всего, это искренность, правда, это самопожертвование и это счастье. Любить – это огромное счастье, правильно же? Да. Потому что, ну, сколько бы ты денег не получил в этой жизни, ну, сколько бы, куда вот, я знаю, миллиардеры, да, по 40, по 80 миллиардов имеют. Куда вы их засунете? Кому? Что, они спасут вас от смерти? Да, нет, не спасут. Понимаете? Джобс – миллиардер. Его спасло от рака? Нет. Да? Все остальные люди, они, все свои жизненные силы, свою совесть, свои, так сказать, человеческие качества придают ради того, чтобы заработать деньги. Это спасет их от смерти. Да никогда в жизни, мы все умрем. Это единственная истина. Так? И что нас спасает от этой мысли, что мы когда-нибудь умрем? Это способность любить. Потому что она одухотворяет нас и говорит, ну и что, что мы умрем? Главное, мы обрели это чувство, мы прожили хотя бы одно мгновение в состоянии любви, когда ты идешь, возвращаешься домой, и ты летишь на крыльях, потому что там тебя ждет самая лучшая женщина на свете. Ты сейчас увидишь ее, поцелуешь, обнимешь, она посмотрит на себя своими голубыми или какими-то там карими глазами, и у тебя сразу все, пройдет вся усталость от работы. Это вот ощущение счастья от этого чувства. Когда его нет, ты просто... Существуешь. Даже не существуешь, ты прозябаешь на этом. Ты просто кушаешь, ты ходишь, ты куришь, ты с кем-то ссоришься, ты кому-то завидуешь или не завидуешь, ты получаешь пачки денег, ты садишься в машину, и жизнь превращается в какой-то круговорот никчемности, пустоты, муравья. Понимаешь? Что одухотворяет тебя только в этой... Только это чувство. Ничего не... Не карьера твоя. Не то, что ты там поехал в Китай, или там поехал в Америку, или куда-то там увидел. Что ты увидел? Ты информативно увидел красивые места, музеи мира, да? Вот я почти, чтобы весь мир изъездил. Я только не видел две или три страны, куда я хочу попасть. На Таити хочу попасть, в Петрополис в Иране, в Иордании на Петру. Вот. Все остальное видел. Понимаешь? Ну что? Вот. И... Ну что, это принесло мне счастье? Нет. Это принесло мне просто самоудовлетворение, что я побывал в музее Уфицы, я побывал в Лувре, я побывал в музее Ватикана, там... И что дальше? Я что, смог создать то, что я увидел в этих музеях? Нет. Я стал счастливее? Нет. И в конце своей жизни, я считаю, что в мои годы уже, так сказать, надо думать о вечном, так? Вот. Я думал, а ради чего все это было? Что же главное я мог приобрести? И я могу вам сказать, что вот только воспоминания о любви... Горяет. Да. Одухотворяет меня и делает меня, ну, добрее, что ли, успокаивает меня. Или когда я смотрю в окно на деревья, да, вот ветер, и думаю. Ну, к сожалению, Достоевский и Толстой, они все за нас высказали. Понимаешь? Когда Достоевский в этом, в этот... в братьях Карамазовых говорит, что вы деретесь друг с другом, а? Посмотрите за окно, там цветет сирень, какая она красивая, а вы деретесь. Понимаешь? И вот я так иногда думаю, что мы... что я там сучусь? Когда просто можно сидеть и бесконечно смотреть, как шумит дерево на ветру. Понимаешь? Как падают листья. Понимаешь? Вот это настолько красиво, что это можно соразмерить с любовью. Вот это бытие, да? Вот это ощущение жизни. Потому что, когда ты любишь, ты ощущаешь жизнь. Согласен. Ну, давай дальше вопрос. Из-за финалей, я бы хотела, попросив вас, задать самому себе вопрос, начинающийся на зачем, когда и почему. Если честно, я не понимаю твой вопрос. Вот. Почему? Что почему? Может быть, почему? Можно, почему я тогда поступил вот так? Или почему я не сделал вот этого? Ты знаешь, вот если бы я был молодым бы, я бы, может быть, переживал по этому поводу. Почему? Но когда я сейчас, я понимаю, что задавал бы я себе этот вопрос и сделал бы по-другому, все было так же. Понимаешь? У человека каждого есть своя харизма. Как бы ты не меняла ее, он остается этим человеком. Если ты, знаешь, как клептоман, если ты по природе вор, то будешь... Как бы ты бы не... не изменял бы в себе, не заставлял бы себя и прочее, ты все равно украдешь. Это болезнь. Характер – это болезнь. Если ты агрессив, агрессивный человек, да, если ты хам, да, как бы ты себя не воспитывал, в какой-то момент ты все равно возьмешь, ударишь кого-нибудь. Потому что это бессознательная природа твоего поведенчества. Поэтому вот когда мне говорят, вот это можно было бы изменить, и все было бы... Да не было бы ничего по-другому. Вопросов у вас нет к себе. Ты изоэссенциалист? Ты философ, небось? Вот как я с Артера взял книжку «Бытие и ничто». И знаменитый Сартер все думал, сейчас я прочитаю «Бытие и ничто». Вот такая толстая книжка. Открыл как он там стал философствовать и прочее. Вы закрыли. Да, мне мне стало так тяжело, я сказал, не-не-не-не-не, Сартер, я люблю твои пьесы, но обойдусь без твоих философствований. Понимаешь? Поэтому я немножечко попроще, попроще задание вопроса. Хорошо, я поняла. На этом вопрос у меня закончены. Да? Да. Но чтобы вы вспоминали о интервью, я бы хотела вам подарить такую открытку, потому что интервью у вас много, будут, еще, наверное, будет и было. Здесь написано ваше имя. Так. Здесь написано, как мне кажется, две такие знаковые картины, название картин. Вот, можете прочесть. Будет ласковый дождь. Так, Будет ласковый дождь. Мультик и юрта. И юрта. Да. Вот. А вторая открытка, я хочу ее оставить себе, но вы на ней распишитесь. Пожалуйста, с удовольствием. Дурное дело нехитрое. Давай. Этот, а ручка? Я вам дам сейчас. Да мы можем сделать селфи с тобой, с фотографией. Сейчас же девушки так любят селфи. Стоит дурочка и давай себя в новом платье там. Или я прошла два шага, опять фотографирую. В селфи не вмещается платье. Надо там пробовать. Это просто какой-то ужас. Вот это безумие у наших девчонок, да, и даже неглупых иногда, да, вот на полном серьезе сядет, вот ей кресло понравилось, тюк себя, так, в туалете, наверное, тоже фотографируешь. Да. Не знаю, Это самая знаменитая селфи. Какой кошмар. Как хочется иногда сказать. Эй, подумай о чем-то другом, а? Займись чем-то, чем-то настоящим, чем вот этой глупостью. Да, так что телефон – это хорошо, смартфон – это хорошо, но это просто оглупляет человека, ты знаешь, оглупляет. Так, что делаем, друзья? Спасибо. Спасибо вам за беседу. Да? Спасибо тебе, дорогая моя, за приятное привереное препровождение, спасибо всей группе, которая терпеливо мои, так сказать, глупости выслушивала, так что… Спасибо вам большое. Все, пойдем?